Уместить в одной маленькой бусине целый космос или подводное царство. Вам кажется это невозможным, но мастер стеклодув Анна Иванова знает, как это делать. И сегодня создание украшений из муранского стекла научит нас. Скажите, от чего начинается создание ваших шедевров? Для начала мы надеваем специальные защитные очки, чтобы все хорошо видеть. Это нужно для того, чтобы защитить наши глаза. Ну и вообще думать о безопасности здесь очень важно. Чтобы расплавить стекло, нам потребуется огонь. Огонь мы получим из специальной профессиональной горелки, которая работает на смеси двух газов. Этот огонь достигает температуры 1200 градусов. Представляете? Стекло очень не любит резких перепадов температуры, поэтому накрывать его нужно очень-очень аккуратно. Вот сейчас стекло уже готово к работе. Видите, оно стало мягким. И начинаем наматывать стекло. Процесс очень напоминает наматывание меда на ложку, для того, чтобы мед не капнул. То есть стекло текучее. Мы постоянно находимся в обращении, для того, чтобы это стекло не капнуло. А для того, чтобы создать какие-то миры внутри бусины, нужно сделать многослойное изображение. То есть создание такой бусины похоже на работу, наверное, 3D-принтера. Вообще это стекло серебросодержащее, и оно нужно для того, чтобы делать переливы цвета. Так делается и подводный мир с медузами, с рыбками, с водорослями. Так делается и галактика с космосом, звездами, там, с завихрениями. Одна бусина может занимать от 5 минут, но это не про эту бусину, и до 3 часов. Надеюсь, что вы мне хотя бы какую-то малейшую работу доверите сделать самой. Да, с удовольствием. Давайте вытянем струну для создания цветов. Давайте. Мне нужно сесть за горелку, да? Да. В левую руку мы возьмем стекло и начнем правильно его нагревать. Не бойтесь, у него слабая теплопроводность. Помещаем в самый конец. Помещаем стекло, да, в самый конец. Да, вот в кончик пламени. Продолжение следует... Анна, кроме техники послойного моделирования, есть еще какие-то способы создавать украшение? Да, есть еще классический способ выдувания. Также нагреваем стекло, формируем каплю, но потом мы с этой каплей поступаем иначе. Мы уже не наматываем ее, а просто наносим на кончик трубки, а потом дуем воздух. Мы видим, как она увеличивается в размере, да? Для того, чтобы снять с трубки получившуюся бусину, нам понадобятся щипцы. Да, лучшие друзья девушек все-таки не бриллианты, а украшения из муранского стекла. Евгения Малышко, Евгений Молчанов, ОТВ.